приветствую вас дорогие зрители мамочкиного канала сегодня видео из рубрики школа мамочкиного канала если вы не знакомы с этой рубрикой посмотрите ссылочку в правом верхнем уголочке в этой рубрике я рассказываю какие-то тонкости вязания крючком в основном для продвинутых но и новичкам будет интересно на будущее знать что такое есть и потом вы обязательно в нужный момент это примените смотрите я вижу здесь круглую кокетку если мы в привязание реглана прячем начало ряда в задней регланной линии чтобы не было видно подъемных воздушных соединительных этих петелек то в круглой кокетке у нас нет такого места куда бы мы незаметно спрятали это начало ряда но в этом видео уроке я покажу как прятать начало ряда вот в такой декоративной полосочки спереди джемпера причем такое начало ряда можно сделать и в реглане то есть все регланные линии у нас будут провязываться одинаково а начало ряда будет вот здесь спереди сейчас я показываю вам фотографии когда вот именно эта декоративная полосочка и является основным украшением очень простого джемпера который может связать даже новичок вот с помощью такой маленькой декоративной полосочки вы уже сделаете вытягивающую линию которая нас визуально стройнит и вытягивает рост да и вообще является такой изюминкой простого джемпера ну и напоминаю вам что пряжу для всех ваших больших и маленьких воплощений вы всегда можете найти в интернет-магазине кудель и проконсультироваться там по расходу пряжи при вязании хоть крючком хоть спицами ну приступим к нашему лайфхаку и так как же делать вот эту декоративную полосочку в начале ряда чаще всего джемпер мы вяжем поворотными рядами в этом как раз повороте вязание и состоит некоторая сложность выполнения вот такого начала ряда в самом самом начале самый первый ряд мы вместо вот этого рельефного столбика вяжем просто три воздушные подъема все как обычно и принимаем этот ряд за изнаночный прикрепимся к 3 воздушные подъема перевернем на лицевую сторону и будем вязать вот этот ряд 2 по лицевой стороне сейчас я это покажу вот здесь вот например на изнаночной стороне мы закончили вязать ряд прикрепились или к рельефному столбику прикрепились или в случае самого первого ряда к 3 воздушные подъема прикрепились потом поворачиваем на лицевую сторону и вяжем ряд по лицевой стороне и на лицевой стороне нам нужно самый первый столбик провязать выпуклым рельефным столбиком вытягиваем петельку на высоту столбика с накидом примерно и провязываем на основании рельефного столбика предыдущего ряда тоже выпуклый рельефный столбик если это у нас всего второй ряд а вот это первый и тут три воздушные подъема то эти три воздушные подъема и огибаем огибаем ствол столбика как обычно при вязании рельефного выпуклого столбика и провязываем как обычно две петли 2 петли здесь эту вытянутую петельку помечаем ставим туда маркер к этой петельке мы будем прикрепляться в конце ряда а дальше вяжем уже своим обычным узором целый ряд когда проходимся ряд по лицевой стороне вот сюда прикрепляемся к этой вытянутой петельки соединительным столбиком и будем поворачивать ряд и вязать по изнаночной стороне сейчас я покажу вот как раз в этом повороте на изнаночную сторону и состоит самая сложность вязание вот этой рельефной полосочки и так вот я провязала ряд по лицевой стороне до конца вот это у меня маркер отмечает рельефный столбик к этой петельки которая отмечена прикрепляемся на лицевой стороне обычным соединительным столбиком и вот теперь нам нужно повернуть вязание и вязать ряд по изнаночной стороне но чтобы вот этот рельефный столбик все-таки был симпатичным на лицевой стороне что я предлагаю до того как поворачиваем на изнаночную сторону мы точно также провязываем лицевой рельефный столбик на лицевой стороне отмечаем петельку которой будем присоединяться в конце ряда вот она и теперь нам нужно вязать по изнаночной стороне поэтому поворачиваем на изнаночную сторону маркер вот сюда вправо немножко двигаем и вяжем наш обычный изнаночный ряд вот тут у меня все вяжется столбиками с накидом по соответствующей схеме но об этом я сейчас не говорю довязываем в этом случае ряд до конца и опять присоединяемся вот к этой отмеченной петельки к ней присоединимся закончили ряд вязать по изнаночной стороне опять поворачиваем на лицевую и тут уже я показывала вытягиваем петельку вяжем лицевой рельефный столбик и ряд по лицевой всегда ставьте вот этот маркер чтобы вы знали к чему присоединиться ряд по лицевой провязали опять вяжем сначала рельефный столбик по лицевой потом только поворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем ряд по изнаночной прикрепляемся маркер не забываем ставить опять поворачиваем на лицевую и тут уже я показывала вот я надеюсь что вот это мой рассказ не получился очень путаным но вы попробуйте связать на какой-нибудь маленькой круглой кокетке посмотрите другие уроки из школы мамочкиного канала а скоро я выпущу ролик по модным фасонам джемперов предлагаю вам такие ролики тоже смотреть потому что насмотренность хороших примеров формирует наш вкус давайте все-таки не просто вязать а вязать стильные вещи которые очень актуально смотрятся в нашем современном мире спасибо за внимание оставайтесь мамочкиным каналом пока